Братья и сестры, дорогие друзья, гости, кто пришел к нам сегодня. Ну вот, брат Валерий, за меня поприветствую вас. Я уже не буду вас поднимать. Вас сердечно поздравляю с этим праздником вновь. И хочется вот немножечко еще порассуждать об этом событии воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И как апостол Павел некогда защищал Евангелие, доказывал воскресение Христа. Мне бы хотелось сегодня обратить на это внимание и ответить на вопрос, зачем воскрес Христос? Зачем? Для чего? Да, сразу возникает вопрос. Текст Священного Писания, Первое постание Коринфянам, 15 глава. Выборочно буду читать. С первого стиха. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которой я благовествовал вам, который вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». И дальше пишет такие слова с 11 стиха. «Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Вот если Христос не воскрес, то и все, о чем проповедовали, то и все, о чем говорили, то это все тщетно и не нужно. Давайте вот рассмотрим вместе с вами, зачем Иисус Христос воскрес, зачем ему нужно было воскреснуть. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, он будет таким кульминационным в самом конце, нужно ответить сначала на несколько других вопросов. Зачем Христос родился? Зачем Христос жил? Зачем Он умер? И как кульминация, зачем Он воскрес? Так зачем родился Христос? Братья и сестры, дорогие друзья, мы совсем недавно, в начале зимы, мы праздновали Рождество Иисуса Христа. Зачем Он пришел в этот мир? И первая весть ангелов, которая звучала, это радостная весть. Радуйтесь, ныне пришло спасение. Родился Спаситель. Иисус Христос пришел, чтобы спасти. Отчего Он должен был спасти? Спасти. Вот очень хорошо эту мысль раскрыл брат Антон. Спасти нужно было от наших грехов. Но неужели все грешные? Неужели все согрешили? Человек, родившийся в этот мир, уже под проклятием греха и смерти. Почему? Потому что некогда наш прародитель Адам и Ева согрешили. И этим самым в мир пришла смерть. В день, когда вкусите от плода, смертью умрете. В мир пришла физическая смерть. Люди были созданы вечными. Человек. Чело вечное. Человек создан был вечным существом. Но когда они вкусили, смерть пришла. Человек начал умирать. Но смерть еще означает не просто умереть, а смерть еще означает разделение. В тот момент произошло разделение между Богом и человеком. Произошла огромная пропасть или огромная стена выросла между Богом и человеком. Человек, общавшийся с Богом лично, вот в прохладе дня, теперь лишен был этого общения. Лишен был этого общения. В мир пришла смерть. В мир пришло то, что сегодня человек получает, как проклятие. Смерть. А еще самое страшное. Это результат греха. Возмездие за грех. Смерть. Все обречены на смерть. Абсолютно все. И вот, давайте представим себе, вот я когда рассуждал над этим, думал, как детям объяснить вот эту мысль, почему именно вот водами вот это произошло. И такая аналогия может быть современная, вот так. Если взять флешку, флешкарту, вы все понимаете, да, такое уже современное слово, это место хранения электронной информации. Вот берем мы флешкарту, и на этой флешкарте мне кто-то дает информацию, говорит, на, размножь ее, на 10 других флешек. Но в этой флешке есть нечто, что портит всю добрую информацию, которая там внутри. Там находится вирус. И теперь я когда беру и копирую всю информацию оттуда на другие 10 флешек, я копирую вместе с вирусом, тем самым заражаю все остальное. И каждый теперь берет и заражает свой компьютер. Как решить эту проблему? Что сделать? Либо надо полностью очистить эту флешкарту, сделать ее вообще абсолютно чистой, и заново туда влить информацию. И потом, или же новую взять, абсолютно новую купить, взять, поместить туда эту информацию, и потом вновь размножить. Господь Иисус Христос назван вторым Адамом. Как в Адаме все умирают, здесь же в 15 главе 1 послания Коринфян написано, «Так во Христе все оживут». Иисус Христос назван вторым Адамом. Почему вторым Адамом? Это тот, кто пришел в этот мир. Он не рожден от греховной плоти. Он рожден от Духа Святого. У него совсем качественно другая вообще природа рождения. Адам тоже был сотворен. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы дать новую жизнь тем, кто к Нему обратится. Итак, Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы дать новую жизнь тем, кто к Нему обратится. Для чего же Иисус Христос жил? Иисус Христос прожил земную жизнь, такую же, как мы сегодня с вами живем. Он и терпел всякие лишения, страдал, тягость мучений, переживаний за близких, плакал, скорбел. Вот все Он испытал. Для чего, братья и сестры? Для чего это все нужно было? А для того, чтобы нас с вами понимать. А для того, чтобы понимать, насколько нам тяжело и трудно. Мы читаем с вами, что Иисус Христос, Он ходатай, тот, кто ходатайствует за каждого из нас, кто стоит перед Богом и говорит, помилуй Его. Я знаю, как Ему тяжело и как трудно бороться со грехом. Я за Него страдал. Я за Него на кресте умирал. Прости Его. Я знаю, как Ему трудно. Я знаю, как Ему тяжело. Иисус Христос не только пришел для этого, Он пришел для того, чтобы показать нам, что есть другой мир, абсолютно мир. Мир Его жизни вместе с Ним. Как мы услышали, я лоза, а вы в ветви. Кто пребудет во Мне, и я в Нем, тот принесет много плода. Вчера услышал, была у нас конференция по благовестию. Очень интересную мысль я хочу поделиться с вами. В мире существует такая категория людей, которые родились слепо, глухонемые. Это люди, которые лишены не только слуха, они лишены возможности как-то передать информацию и даже увидеть воочию. Но есть несколько всего лишь таких специалистов, врачей, ученых, которые могут как-то воздействовать на них и с ними найти общий язык, войти в их внутренний мир, для того, чтобы изменить их мир, объяснить, что тот мир темноты и тишины, он совсем не такой, как в реальности. Этот мир, в котором все люди остальные живут и с кем они соприкасаются тактильно или запахом ощущают, этот мир совсем другой. И вот эти врачи, они проникают в их сознание, проникают внутрь их жизни, и меняют их мировоззрение. И есть несколько таких людей, даже не несколько, а много, рожденных, которые слепо, глухонемые, великие специалисты. Один бакалавр искусства, человек, который преподает искусство другим людям. Другой, на сегодняшний день еще живой, он профессор МГУ, слепо, глухонемой. У него очень много открытий в сфере физико-математики. Можете себе представить? Слепо, глухонемой. Как этот человек познал этот весь мир? Нашлись те люди, которые смогли войти вовнутрь этого человека и разъяснить им весь этот окружающий мир. Братья и сестры, Иисус Христос пришел в этот греховный мир, грешный мир для того, чтобы нам показать, что есть другой мир. Он своей жизнью говорит, «Я вот пришел сюда, оттуда и туда иду, чтобы вам место приготовить». Он раскрывал вот все тайны Царства Небесного, красоту эту, ту красоту, которая ждет каждого, кто обратится теперь к Нему, кто будет вместе с Ним жить. Он пришел в этот мир, чтобы мы узнали, что есть иной мир, мир с Богом. Иисус Христос умер на Голговском кресте. Мы совсем недавно вспоминали эти события. Он умер на Голговском кресте, братья и сестры, для того, чтобы решить нашу проблему, о которой я говорил уже чуть раньше, проблему греха и смерти. Почему? Все согрешили и лишены славы Божьей, и возмездие за грех смерть. Но теперь Господь Иисус Христос на Голговский крест взял все твои и мои грехи. Вот представьте, Тот, Который не был грешен, Он без греха, без порока, Он на древо вознес все наши с вами грехи. И вместо тебя, вместо меня этот грех Его в преисподнюю опустил. А почему? А потому что возмездие за грех смерть, и Он умер. Но смерть не смогла удержать Его, потому что сама подпала под эти оковы. Возмездие за грех смерть. Действительно. И вот Христос умирает, и смерть потирает руки. Ну, наконец-то, вот еще один. А тут Иисус Христос, чистый и непорочный, оказывается там, где Он не должен быть. Написано, и смерть не могла удержать Его. И Он воскрес. Он воскрес, тем самым решив твою и мою проблему, проблему разделения тебя между Богом. стена такая была между тобой и Богом. И когда Христос умер, решилась проблема греха. И теперь появились новые взаимоотношения, новая возможность общаться с Богом. Господь решает эту проблему. И теперь, когда человек просит прощения, кается перед Богом, говорит, Господи, прости меня за мои грехи. Господь прощает не потому, что в пиджачке одет, не потому, что галстук, не потому, что в собрание ты ходишь долго, не потому, что ты такой хороший, смирил себя, вышел, попросил прощения, не потому. А он тебя прощает, потому, что смотрит на тебя через призму Иисуса Христа. И он говорит, я тебя прощаю, потому, что Сын мой Иисус вместо тебя уже умер. И я тебя прощаю. А теперь кульминация, братья и сестры. А теперь победа, о которой брат Антон говорил, победа, победившая мир, вера ваша, если мы верим, что Господь Иисус Христос не просто умер, потому, что многие деятели и великие люди в этом мире тоже умирают. И есть их могила, есть надгробный камень, на котором мы можем прочитать дату смерти и дату начала их жизни. Но Христос воскрес. Гроб пустой. Его нет здесь. Он воскрес, ангел сказал. Такие слова. Это великая победа. Победа над смертью, победа над грехом, победа над адом, победа над дьяволом. Никто не смог его удержать. Он победил. Для чего? А для того, чтобы мы с вами сегодня были победителями. победителями. А для того, чтобы наша жизнь с вами была жизнью победы и чтобы мы мыслили вот жизнью победы, имели образ мыслей написано праведников. А я хочу добавить, чтобы мы имели образ мыслей победителя. Что Христос победил и теперь я могу победить. Рожденный от Бога не грешит. Помните первое постановление Иоанна, пятая глава. А что значит? Неужели мы все вот если мы покаялись, попросили прощения, родились свыше и теперь мы не грешим? Есть. Согрешение в нашей жизни? Есть. Но рожденный от Бога не грешит. Это не действие. Это качество жизни. Это образ мыслей. Я не грешу. Я этого не делаю, потому что я новое рождение получил. Я от Бога рожден. Провисходят какие-то компромиссы в моей жизни. Перед чем-то я стою, вот как этот мальчик стоял перед выбором. Ему сделать вот так или так, взять эту монетку или пойти обратно отдать. И он помнит, что тот человек, за которого Христос умер, родился, умер и воскрес, он не должен так жить. Это его принцип жизни. Рожденный от Бога не грешит, но хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Это образ мыслей праведника, образ мыслей победителя. Вот в этом мы должны совершать свою победу каждый день. Мы каждый день встаем перед всякими различными искушениями, которые встают перед нами, но мы имеем этот образ мыслей праведников, образ мыслей победителя. Я хочу быть победителем. А вы знаете, какое преимущество победителя? В книге Откровения трижды сказано, побеждающему дам вкушать от древа жизни то, чего лишился Адам. Он имел возможность есть от этого древа, но он этого лишился. Побеждающему дам вкушать манну, и я ему дам новое имя. Вторая глава 17 стих. И третье преимущество побеждающего, книга Откровения 3 глава 21 стих. Побеждающему дам сесть со мною на престоле. А что это за престол? А там написано, как и я победил и сел на престоле его. Этот престол победителя Господь Иисус Христос готов с тобою и со мною разделить. Он говорит, если ты будешь победителем, то сядешь на этом престоле, на котором я сижу, я победитель, и ты будешь рядом со мною сидеть. Великое преимущество. Братья и сестры, и тогда все, что сегодня происходит вокруг нас, те искушения, с которыми мы сталкиваемся, то, что в нашей жизни происходит, может быть, трудности, переживания, для нас это окажется настолько простым и легким. я однажды услышал такой пример, у меня очень сильно мою душу запал. Однажды один человек, он имел близость с царем, то есть был близкий друг его, и так произошло во время военных каких-то действий, этот друг его попал в темницу. Долгие шли переговоры, и после долгих переговоров, долго времени прошло, этого друга все-таки вызвалили из этой темницы. И царь для того, чтобы почтить его, сделал великий пир, великий праздник, и позвал своего друга, и на этом празднике он ему говорит, слушай, вот что было самое тяжелое у тебя, когда ты находился там? Говорит, самое тяжелое было, это те кандалы, в которые я был закован. Они были настолько для меня тяжелые и неудобные, и боль мне причиняли, и приносили вот всякое неудобство. Он говорит, а можешь принести эти кандалы? Он говорит, да, я их сохранил на память о тех мучениях. Он говорит, принеси эти кандалы. Принесли эти кандалы, он ставит большие весы такие с двумя чашами, говорит, клади на одну чашу весов вот эти твои кандалы. Он кладет туда эти тяжести свои, в которых он находился, а на вторую чашу весов кладите золото. И начинают кладь слиток за слитком, кладут, 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 пока не перевесили. Кандалы поднялись вверх, а золото перевесило. И он говорит своему другу, говорит, возьми вот это золото в знак твоих страданий, которые ты перенес там, находясь в разлуке от меня. А его друг стоит, голову опустил и печально смотрит на эту картину. Царь увидел это, говорит, слушай, что-то не так? Может быть, тебе не хватает что-то не так? Он говорит, нет, царь, все так. Просто я смотрю на эти кандалы и думаю, как жаль, что они такие легкие. Что они такие легкие. Братья и сестры, престол победителя, престол Господа нашего Иисуса Христа будет тому, кто здесь сегодня победит свой грех и будет жить мыслью, образом мысли праведника и победителем. Мы имеем такую возможность. Рожденный от Бога не грешит. образ мысли праведника. Я могу победить. Христос победил. А знаете, подтверждение всему этому, вот такую точку поставить, что это так и никак иначе. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Да благословит всех нас Господь, братья и сестры, чтобы мы об этом с вами помнили всегда. Помолимся, склоним наши колени и помолимся. Аминь. Маск。 Маск.